Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку и господину Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам. Некоторые наши братья и сестры да наставит Аллах нас и их, когда говорят им «Оберегайте себя», и когда говорят им «Читайте Аскары», и когда говорят им «Соблюдайте постоянство в Аскарах», когда говорят им «Читайте Коран», они всегда отвечают словами Всевышнего Аллаха, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Что они имеют в виду? Они имеют в виду колдовство. Они говорят «Но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха». Хорошо. Мы хотим знать толкование этого аята. Это 102 аят Суры Аль-Бакара. Всевышний Аллах говорит «Прибегаю к Аллаху от дьявола, побиваемого камнями». Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы. Возьмем этот момент. Кто были те, которые последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана? И почему Аллах оправдал Сулеймана Алейссалям? Всевышний сказал «Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы». Сыны Израилевы жили во времена Сулеймана, также они жили во времена Муса, и также во времена до него. Они появились после Ибрагима, но во времена Сулеймана, многие иудеи скрывали в своей душе неприязнь к Сулейману, мир ему. Сулейман получил царство в наследство от своего отца, при этом он получил пророчество от Аллаха. Пророчество было получено от Аллаха, а царство просто унаследовано, как и делают многие цари и короли, наследуют власть. В душах иудеев же скрывалась зависть к Сулейману, мир ему. И когда Сулейман, алейсалям, умер, пришел дьявол и сказал сынам Израилевым, не рассказать ли мне вам о власти, которая не будет съедена у того, кто получит ее, то есть не исчезнет, и не будет отнята от него, не будет съедена. Они спросили, а где она и как до нее добраться? Он сказал, под троном. Сулейман, алейсалям, в свое время, всякий раз, как находил книгу по колдовству, уничтожал ее. А джинны сохранили некоторые книги по колдовству. И когда Сулейман, алейсалям, умер, джинны положили книги по колдовству под его трон. И когда иудеи начали копать под троном, нашли там книги по колдовству. Иудеи сказали, теперь мы поняли, как Сулейман властвовал над джиннами и людьми. Он властвовал над ними посредством этой науки, науки колдовства. Иудеи разделились на три категории. Одна из них утверждала это и говорила, что Сулейман, алейсалям, был колдуном. Другая категория была верующей и отвергала то, что Сулейман, алейсалям, был колдуном. И третья категория была колеблющейся, не с теми и не с этими. И Аллах, субхану ва тааля, оправдал Сулейман, алейсалям, и сказал, Сулейман не был неверующим. Колдовство, несомненно, является неверием. Но Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы. Перейдем к другой части. Закончим аят. Всевышний Аллах говорит, неверующими были дьяволы. Что они делали? Они обучали людей колдовству, а также тому, что было неспослано двум ангелам. В Вавилоне Харут и Марут. Возьмем этот момент. Они обучали людей к чему? К колдовству. Значит, двум вещам. Тому, что называется колдовством, и другому, которое было неспослано двум ангелам. То, что было неспослано двум ангелам. Касаемо ангелов. Пророк, алейсаляту вассалям, в его время был неспослан Куран. И были также неспосланы две оберегающие. Это суры Аль-Фаляк и Ан-Нас. Значит, они были неспосланы пророку, алейсаляту вассалям. А в те времена дьяволы обучали чему? Колдовству и тому, что неспослано двум ангелам. То есть, они включали эти две вещи друг в друга. Сейчас некоторые суфии включают колдовство в Коран. Подобное уже было в прошлые времена. В Ираке, в Вавилоне, дьяволы обучали людей колдовству и тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне. Что это за ангелы? Харут и Марут. Некоторые люди думают, что этим ангелам было неспослано колдовство. И они обучали людей этому колдовству. Ни один из ангелов никогда не занимался обучением колдовству. Ни один из ангелов не обучал колдовству никогда. Они обучали людей религии, вере, и неспосылали людям, что? Аяты. Приходили с аятами к кому? Пророкам, а не обычным людям. Они приходили с аятами в те времена к пророкам, а пророки обучали им людей от своего Господа. Дьяволы же взяли эти две вещи. Колдовство и то, что было неспослано двум ангелам в то время, из небесных книг, объединили их и произвели новое колдовство. Как делают некоторые суфии сейчас, берут часть колдовства и смешивают с частью Корана, объединяют их и предоставляют людям новое колдовство. И некоторые люди говорят, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Есть разница между соизволением Аллаха и Его повелением. Соизволение – это дозволение Аллахам, чтобы какая-то вещь произошла естественным путем. Всевышний Аллах позволил огню, чтобы он сжигал. Также Аллах позволил в воде, чтобы она тушила огонь и утоляла жажду. Также Всевышний Аллах позволил ветру гонять облака. Аллах позволил ножу резать. И все это является общим дозволением. Это называется общим соизволением. Поэтому ничего ни на земле, ни в небесах не происходит, кроме как соизволение Аллаха. И вещи происходят и случаются естественным путем, согласно общему соизволению. Что касается повеления Аллаха, то повеление бывает выше, выше соизволения. Когда Ибрагима, алейх саляту ассалям, бросили в огонь, пришло повеление. Вот разница между соизволением и повелением. Огню Аллах позволил сжигать, но в этот раз пришло повеление конкретно по этому случаю. Мы сказали, о огонь, стань прохладой и спасением для Ибрагима. И если бы кто-то другой вошел в этот огонь, то огонь сжег бы его, потому что повеление касалось только Ибрагима, алейх салям. Мы сказали, о огонь. Аллах не сказал, мы сказали огню. Если бы Он сказал, мы сказали огню, то это означало бы повеление всему огню, который на земле. Всевышний Аллах сказал, мы сказали, о огонь. Огонь здесь во втором лице. То есть здесь идет обращение конкретно этому огню. Мы сказали, о огонь, то есть ты, будь прохладой и спасением для Ибрагима. И этот огонь стал прохладой и спасением только для Ибрагима. Так что даже веревки, которыми был привязан Ибрагим, алейх салям, сгорели, потому что они не являются частью Ибрагима. И если бы другой человек или кто-либо другой вообще вошел в этот огонь, то огонь спалил бы его. Поэтому мы должны знать разницу между соизволением Аллаха и его повелением. Некоторые люди говорят, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Мы говорим правильно, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха, а не без его повеления. Потому что когда Аллах повелевает, он не вредит никогда. Ну а что касается соизволения, то оно общее, может повредить. И Всевышний Аллах оставляет, кого пожелает. или спасает от вреда, кого пожелает. Понятно и сложно. Это то, что предопределил нам сегодня Аллах. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok